здравствуйте в эфире очередной информационный выпуск от приан события и тенденции что может быть важно покупателям и собственникам зарубежной недвижимости цены на жилье в странах западной европы будут снижаться но очень и очень плавно по сути незаметно в общем масштабе на 1 2 процента в ближайшие 2-3 года такой прогноз сделали в своем отчете эксперты s&p что влияет на рынке с одной стороны ипотечные ставки растут и еще будут расти вероятнее до конца будущего 24 года рост ставок снижает возможности покупателей аслировательно число сделок а за ним и цены с другой стороны рынки по-прежнему ощущают отложенный спрос тот спрос что сформировался еще в разгар пандемии плюс в европе все-таки растут зарплаты и увеличивается число беженцев хотя строительная отрасль работает активно но все равно потребности рынка она не удовлетворяет и вот если собрать все эти факторы вместе они не должны привести к значительным целом колебаниям например по франции s&p дает прогноз символическое снижение в двадцать третьем году такой же рост в двадцать четвертом и двадцать пятом похожие цифры по германии где цены снижаются впервые за 12 лет а ипотечные ставки рекордно высокие за десятилетия впрочем одно дело статистика и некие усредненные данные а вот что реально происходит прямо сейчас в моменте как например выглядит рынок мюнхен от самого дорогого города германии комментарии из сердца баварии если за последние десятилетия цены на недвижимость перманентно росли то в конце прошлого года мы с большим сожалению обратили внимание что в среднем по рынку цены просели на 10-15 процентов сыграла роль конечно два фактора первое это геополитическая неопределенность второе это кредитно-денежная политика европейского центрального банка который на протяжении второй половины двадцать второго года поднимал кредитную ставку что сделало в свою очередь достаточно дорогими по немецким меркам ипотеки значение на конец двадцать второго года было порядка четырех четырех с половиной процентов годовых что для мюнхена для германии в целом достаточно дорого при ожидаемой доходности в три процента с аренды конечно это отпугнуло многих инвесторов от покупок в связи с этим и количество сделок купли-продажи на рынке достаточно сильно упало для того чтобы говорить о возвращении к предыдущему тренду роста стоимости недвижимости увеличение количества сделок мы должны подождать пока ставки по ипотекам немножечко упадут и в целом геополитическая обстановка разрядится совокупно взгляд инвесторов на европейские рынки можно описать как сдержанный оптимизм мы изучили доклад семья и профессионалы делятся своими планами в наступившем году вот главные выводы риск рецессии и удорожание кредитов два главных фактора которые будут инвесторов отпугивать вложение в европейскую недвижимость двадцать третьем году снизится на пять десять процентов но уже во второй половине года рынки начнут оживать пожалуй главное в ближайшие месяцы ценовые ожидания продавцов и покупателей могут заметно различаться будет происходить переоценка активов и это возможность возможность для покупателя рынок жилья скорее всего устоит здесь серьезных распродаж не будет и мы говорили об этом в самом начале нашего выпуска то есть рассчитывать на рост не стоит но не будет хотя бы падение основные же перспективы эксперт и видят у объектов ритейла и офисной недвижимости причем не у самых ликвидных то есть сегодня самая перспективная стратегия вкладываться в требующие реновации и даже смены концепции объекты капитализацию которых можно тем самым повысить именно такие проблемные активы в нынешнее нестабильное время могут предлагаться с максимальными скидками но надо понимать что речь идет уже о высоко рискованных стратегиях инвестирования и не о классическом пассивном доходе то есть если сформулировать этот посыл иначе сейчас время опытных инвесторов среди городов с лучшими инвестиционными перспективами сплошь звезды в лидерах лондон и вообще рынок великобритании обогнавший германию в первой пятерке париж амстердам берлин мадрид поднялись города южной европы за испанской столицей следует барселона и лиссабон и еще несмотря на нестабильность подавляющее большинство инвесторов считают абсолютно необходимым следовать принципам и с джи защита окружающей среды социальная ответственность и качество корпоративного управления только проекты удовлетворяющие этим стандартам могут быть перспективны в европе и в заключение на середину мая глава турции реджеп таип ардоган назначил президентские выборы обычно такие события не попадают в фокус нашего внимания но тут дело особое как вы знаете экономическая ситуация в самой турции не блестяще в лирах за прошлый год недвижимость например подорожала в два с половиной раза и для подавляющего большинства турок она стала просто недоступной понятно что перед выборами власть может пойти на популярные у избирателей меры и меры эти могут затронуть иностранцев собственность середины прошлого года власти турции вводят ограничения именно в сфере недвижимости например запрещают выдачу внж в районах где доля приезжих превышает определенный уровень и вот с февраля изменения произойдут и в программе гражданства она по-прежнему работает и будет работать меняются детали среди прочего объект недвижимости можно использовать для получения гражданства только один раз схема купил получил гражданство перепродай объект под следующий паспорт не работает есть нюансы при покупке нескольких юнитов которые в сумме будут стоить дороже 400 тысяч долларов это возможно но с ограничениями так вот обо всем об этом мы поговорим на очередном вебинаре при он состоится 2 февраля эксперты представители компании интермарк real estate все о получении гражданства в турции участие бесплатная регистрация по ссылке в описании к этому видео на этом прощаюсь на неделю подписывайтесь на наш канал все полезные ссылки также в описании